Всем привет! Сегодня наконец-то видео о покупках, рассмотрим мою новую одежду, обувь и также аксессуары. Поехали! По традиции начну с того, что надета на мне, да я согласна, что это не самая осенне-зимняя вещь, но я увидела этот свитер на какой-то огромной распродаже на Asos, то ли минус 70, то ли минус 60 процентов. Мне понравился фасон, мне понравился цвет, потом оказалось, что у него очень приятный к телу натуральный материал, и я однозначно решила оставить эту вещь. Я знала, что мы поедем в отпуск, и честно говоря, я уже так много раз надевала этот свитер, а он такой запоминающийся, и теперь иногда мне даже приходится отказывать себе. И в холодное время года я уже научилась носить такие вещи, у нас не настолько холодно, поэтому я могу что-то такое внедрять в свой осенне-зимний гардероб, а вы уже смотрите сами. И похожие свитера все еще есть в наличии в разных расцветках на том же Asos. Едем дальше, я уже показывалась вам в этом наряде в моем инстаграме, и многих из вас заинтересовал этот сарафан. Делюсь с вами информацией, я купила его абсолютно недорого в магазине Mango, он все еще есть в новой коллекции. Кстати, есть несколько расцветок похожих сарафанов, они также есть с разными пуговицами, и если вы ищете что-то, но не юбку и не юбку миди, что-то, что вы хотели бы носить с водолазками, с разными рубашками, причем вот эти расцветки настолько универсальны, что вы можете надевать что-то более цветное под этот сарафан, тоже будет классно смотреться. И я очень довольна своей покупкой, я, кстати, взяла на размер больше, это у меня S, потому что мне не нравится, когда все так слишком в облипку, это раз, а во-вторых, я знала, что под низ я буду надевать еще что-то. Кстати, гольф у меня тоже относительно новый, я покупала его несколько месяцев тому назад в магазине Stradivarius, они там стоят около 20 долларов, есть в разных расцветках, они довольно плотные, после стирки они не вытягиваются, не выглядят как тряпка, да, сказала Оля, и показывают непоглаженную вещь, но в примерке все будет выглядеть прилично. Или же очень классный вариант шерстяных и кашемировых изделий есть у Benetton, я оставлю ссылки внизу на то, что есть у меня, то, что я сама ношу, и в прошлом году я еще покупала кашемировые водолазки Massimo Dutti, мне они тоже очень нравятся. Моя суперудачная покупка из Zara, это классические черные ботинки-чулки. В прошлом году у меня была очень похожая модель, но они были не настолько удобными, но это даже не самое главное, просто после нескольких вечеринок и танцев до утра пару с прошлого года не мешало бы похоронить, потому что мне стыдно выходить в них на улицу. И эти ботинки такие удобные, здесь какая-то такая колодка, которую я не ощущаю, и очень удачный каблук, потому что он как бы не слишком низкий, но и не настолько высокий, чтобы невозможно было в них буквально порхать. Они классные, они нигде не заламываются, и раньше у меня не было такой пары обуви, которую я могла бы носить с какими-то более широкими брюками, с какими-то юбками миди, или с тем же сарафаном, который я только что показывала, такая пара обуви идеально вытягивает силуэт. У меня также есть разные ботфорты и всякое такое, но вот к брюкам у меня часто не было прям ничего, и сейчас я очень довольна этой покупкой, честное слово. Есть у меня еще одна новая пара обуви, которая, как мне показалось, не оставила равнодушным никого в моем инстаграме. Это ультрамодные сапоги, сделанные под кожу бетона, наверное, в общем, с таким змеиным принтом. И я вот думаю, то ли их оставить и носить чем-то более спокойным, в большинстве своем мой гардероб именно такой. И мне кажется, что у меня получилось бы разбавлять мои повседневные, немножко скучные образы при помощи вот таких сапог. И вот пока я молодая, наверное, я могу себе позволить носить что-то такое, и потом буду ностальгировать, что вот была молодой и носила такие классные модные сапоги, которые снова войдут в моду, там, через 20 лет или через 15. Наверное, было бы прикольно. И мода создана для того, чтобы играться, чтобы пробовать что-то новое. И сейчас у нас есть такой огромный выбор, что каждый найдет что-то для себя. Вы знаете, что совершая покупки онлайн, я всегда пользуюсь кэшбэк-сервисом Letyshops. Покупая через кэшбэк-сервис, вы и так постоянно получаете процент от потраченных вами денег, то есть это уже экономия, но сейчас приближается черная пятница. И скидки в некоторых магазинах могут доходить до 70%. Мало того, если вы сейчас зарегистрируетесь на Letyshops, перейдете в ваш любимый интернет-магазин и на протяжении вот этих трех дней совершите покупку, вы сможете получить повышенный кэшбэк до 15% в некоторых магазинах. То есть, если вы давно хотели купить себе что-то подороже или наоборот что-то модное, почему вы будете ностальгировать через несколько лет, то мне кажется, что это очень классное время, потому что это максимальные скидки. Мне кажется, что таких скидок, как на черную пятницу, в течение года просто не бывает. И сейчас у них также проходит очень интересное, ну скажем так, анкетирование. Я оставлю ссылку внизу. То есть, можно пройти небольшой тест, не просто поностальгировать, а возможно выиграть культовые призы из нашего с вами прошлого, которые вызовут улыбку на нашем лице. И если вы совершите покупку через Letyshops вперед с 22 по 25 ноября, то у вас появится возможность выиграть новый сотовый телефон по версии 2018, то есть, iPhone XR или PlayStation или те же смарт-часы. В этот период как раз на Letyshops будет очень много разных бонусов, поэтому заходите, все ссылки я оставлю внизу. Ну и, как обычно, призываю вас не переплачивать. А что касается сапог, то я еще подумаю. Я покажу вам свою версию сочетания этих сапог для не фэшн-фрика. И вы мне, пожалуйста, напишите, как вам, нравится или нет. И, конечно же, как обычно, решение я уже буду принимать сама. Что касается удобства этих сапог, то я не могу их назвать самыми удобными в мире. И, возможно, стоит подождать той же распродажи и потом Заре купить себе их с огромной скидкой и относить еще январь, февраль, март и, возможно, даже апрель. Так что, посмотрим. В общем, пока что еще не приняла окончательное решение. Это очень забавно. Я только что поняла, что меня развели как блондинку. Я думала, что я купила себе кашемировый свитер. И оказалось, что здесь 1% кашемира. Ну, ладно. 18% альпаки, 18% махера и 11% шерсти. Проехали. Я купила этот свитер в магазине Massimo Dutti. Мне хотелось приобрести себе что-то светлое, что-то такое мохнатенькое. Но чтобы этот свитер все еще смотрелся таким нарядным, аккуратным. И чтобы он не кололся. Он не колючий. Мне в нем очень комфортно. И, вы знаете, я носила его, ну, раз 6, наверное. Я замечаю, что он начал немножко скатываться. Но можно это все убрать. Как бы просто вот такой момент. Учтите это. Сам по себе свитер очень удачный. Он такой нежный. Он воздушный. При этом очень теплый. Даже сейчас, когда у нас 10 градусов за окном, я могу надеть этот свитер. Видите, что он такой немножко дырявенький. Сверху накинуть кожаную куртку. Не застегиваться. И вот так пойти гулять. И, конечно же, с пальто смотрится очень красиво. И с какими-то юбками, с джинсами, с брюками. Очень универсальный. И вот единственный момент. Ну, возможно, с махером или с чем-то всегда такие проблемы. Пожалуйста, тоже отпишитесь, что делать. Или же пойти сдавать. Как-то жалко. Мне он очень нравится. И в том же Массимо Дутти я купила себе кюлоты. Серые шерстяные кюлоты. Подождите. Проверю этикетку. А то что-то как-то им не верю. Окей. 70% шерсти. Моя душа спокойна. Они действительно тепленькие. Они очень стильные. Они элегантные. И такие кюлоты я носила бы даже на работу. То есть, они вот, знаете, модные, но не визжащие. О том, что они прям на топе. Поляки говорят так на топе. Классные. Классные кюлоты. Они не скатываются. Я не заметила, чтобы они как-то прям сильно продувались. Короче говоря, для меня это классная покупка. И также я как-то брала с собой камеру в магазин TK Maxx. И нашла там свой идеальный свитшот с очень хорошей скидкой от бренда на кита. Но это не первая вещь, которую я покупаю. Да, это не дешевые изделия. Но они настолько живучие. Они плотненькие. Они приятные. Вот здесь очень хороший состав. В них не жарко. Они бывают разными. То есть и принт разный. И расцветки, и материалы бывают с замками, с карманами. Я немножко переживала за все эти кожаные прикольные элементы. Что же с ними будет после стирки? Ничего, девочки. Эти вещи как новые. И у меня есть такой более веселый, голубой. Мне захотелось чего-то нейтрального. Но я как бы того-этого немножко. Вы в курсе. Я очень-очень довольна. Я уже летала в этом свитшоте. И мне не настолько жарко. И при этом он греет. Ну, короче говоря, если где-то встретите на Китана, то очень советую. Я всегда беру себе на размер больше. Потому что мне так больше нравятся. Они не мешковатые. То есть они так хорошо сидят по фигуре. То есть не слишком объемные. Поэтому я всегда беру себе размер S. И мне кажется, что это оптимальный вариант для меня. Для моего телосложения. В том же Массимо Дутти я купила себе сезонную сумку. Мне хотелось приобрести что-то светлое. Но не особо тратится. То есть я не готова была покупать какой-то там Michael Kors. Ну, вот такого плана сумку. Среднего сегмента. Поэтому я выбрала что-то подешевле. Она кожаная. Кстати, Массимо Дутти. Они есть в нескольких цветовых вариантах. Потемнее. И такие как бы немножко под змею. Я выбрала себе что-то светлое с благородным шоколадным. И здесь, кстати, более темный оттенок, чем спереди. Мне нравится застежка. Она довольно удобная. Кстати, внутри сумка тоже, как видите, такая замшевая. Ну, именно на крышечке. И удобная. То есть сюда много чего помещается. Сейчас вижу, что нашла свои часы. Наконец-то. Потому что я постоянно меняю сумки. Она светлая внутри. Но пока что не запачкала. Здесь есть карман с замком. Тоже очень классно. Смотрится стильно. Не как-то супер дешево. И опять же, если будут скидки, мне кажется, что вообще очень выгодно будет приобрести. Тем более, что форма, как я сказала, очень-очень удачная. Если вы не носите с собой полжизни. А так как я кошелек, телефон, карточку, помаду. Иногда даже без пудры. Какой-то крем для рук. Масло для кутикулы. И блеск. То вполне себе сойдет такая сумка. Но если вы мамочка, которая постоянно носит с собой бутылки и еще что-то там. То я для этого покупала отдельную детскую сумку. Вот. Просто как-то я переключилась на такие размеры. И меня они устраивают. Вы очень часто спрашиваете о сумке Кочаровской. В принципе, я довольна. Но застежка там не самая удобная. А так с сумкой ничего не происходит. Она служит верой и правдой. Купила бы я еще раз ее. Однозначно, да. И вот тоже такая не квадратная, а прямоугольная у меня есть. Боже, я ее обожаю. Сабрина Апелевич. И мне хотелось бы еще одну сумочку от этого бренда. Очень нравится. Супер стильная. В Заре приобрела себе рубашку. Я долго засматривалась на нее. Но она не настолько дорогая. Чтобы там полгода думать, нужна мне эта рубашка или нет. Я очень люблю рубашки. Я ношу их не только куда-то на выход. И вообще есть такие вещи. Вот знаете, как бы классика. Но с чем-то таким интересным. И вот я приобрела себе рубашку. Которая как бы сшита из нескольких материалов. И это смотрится очень стильно. Даже если надеть обычные черные брюки. Или даже светлые, серые. Какую-то джинсовую юбку. Смотрится прям невероятно стильно. Мне нравится сочетание зеленого и такого оранжевого. И к сожалению, у меня поломались клипсы, которые мне подарила Настя. Мне они так нравились из H&M. Я обязательно куплю себе такие же, если найду. И вот эта рубашка на несколько раз, девочки. У нее такое качество не на каждый день. Но у меня есть несколько. Я буду их чередовать. Поэтому она будет в моем гардеробе. Для какое-то время очень классная, стильная, широкая. Не сильно приталенная. И я такое люблю. Очень интересное. Раз я заговорила об H&M. Покажу вам бижутерию. Которую я покупаю, покупаю и покупаю. Потому что она опять-таки не вечная. И я особо не слежу за дешевой бижутерией. Вы знаете, что в сезон распродаж я обычно отрываюсь. И вот такие серьги я покупаю за 3 доллара. Максимум за 5. И потом ношу. И, кстати, меня постоянно спрашивают, Оля, откуда, откуда. Я говорю, купила со скидкой 70-90%. Иногда даже в парфуа. И всегда и маму туда отвожу. И есть что-то находим. Очень классный магазин с бижутерией, между прочим. Но эти вещи служат там 2 года, скажем так. Если за ними более-менее следить. То есть не класть их во что-то влажное. Вот как случилось у меня с вот этой подвеской. Мне нравятся эти подвески из H&M. У меня есть и золотая, и серебристая. Даже если я надеваю какой-то обычный жакет. И обычную белую футболку. Или там какую-то кофточку невзрачную. Надеваешь вот такую бижутерию. И сразу все смотрится более стильно. Как-то собрано, интересно. И такие же подвески. Или очень похожие. Есть на Asos. Я найду для вас массу вариантов. Потому что я для себя всегда выбираю что-то интересное. Выжидаю каких-то акций. И потом сама тоже заказываю. Вот. Иногда просто захожу в H&M. Что-то понравится. Беру практически оптом. Потому что у меня где-то еще золотистая, другой вариант. И мне нравится, что здесь есть несколько таких цепочек. Как бы да. Они немножко разные. Но все вместе смотрятся очень гармонично. За последний месяц у меня было несколько возможностей полетать. И я знала, что я буду находиться в довольно больших аэропортах. Где будет хороший выбор очков. И я была настроена на покупку каких-то качественных. Таких скромных, самых обычных черных очков. Без каких-то логотипов. Чтобы не было ни серебра, ни золота. И я тот человек, которому у Rayburn не идут. И мне хотелось что-то побольше. Мне очень нравятся очки Celine. Но как-то мне не удалось найти ту модель. Вот ту самую для меня. И потом я случайно увидела очки от бренда Tom Ford. И они не были настолько дорогими. Как, к примеру, в Польше. Я заплатила за них около 200 евро. Мне кажется, что это очень классная цена для этого бренда. И я вижу разницу в дорогих и дешевых очках. И поймите меня правильно. Если я говорю, что там рубашка на несколько раз. Если бы я нашла такую же. Но лучше по качеству. Я бы тоже ее купила. Просто я не встречаю такие вещи. Где их искать? Подскажите мне. Я бы с удовольствием переключилась на другую политику. А не на шмотки. На 2-3 раза. И вот что касается очков. То за последние 2 года я купила себе несколько моделей. У меня есть Dolce & Gabbana. Вот эти вот квадратные. Бордовые. Я их обожаю. У меня мама себе купила. Такие же со скидкой. По-моему, 130 евро. Или как-то так. Она нашла в каком-то Outlete в Италии. И вот так выглядят очки Tom Ford. Которые я выбрала для себя. Так как я сказала. Идеальная классика. На века. И они очень хорошо защищают от солнца. Конечно же есть стекла и получше. Но вот мы сейчас отдыхали. Я проходила в них практически весь отпуск. Потому что они удобные. Они не тяжелые. Они не жмут. Они не растягиваются. Кстати, в отличие от Dolce & Gabbana. Их снова надо немножко это подправить. В общем, если вы когда-то думали. Стоят ли очки от бренда Tom Ford таких денег. Ну то есть стоит ли на них потратиться. То стоит. А если вам еще и удастся купить их с классной скидкой на Черные пятницы. То от всей души рекомендую. Вообще очень классные. Также я недавно посетила магазин Kazar. Это казар был. Это польский бренд. И я очень часто заглядываю в их аутлет. Которые находятся в Кракове. Ну то есть это вообще такой большой аутлет. С разными магазинами. Но у них также есть интернет страница. Оставлю вам ссылку. И выбрала для себя вот такую аккуратную модель ботинок. Они как бы армейские. Но они не такие тяжелые. Их можно надевать и с какой-нибудь джинсовой юбкой. И даже с юбкой миди будут классно смотреться. Они как-то вот знаете такие не расхлябанные. Я не знаю как это объяснить. Но вот они прям так аккуратненько сидят на ножке. Такие классические. Очень хорошо будут смотреться с широкими брюками. Которые мне хотелось бы прикупить. Скорее всего я найду самую классную модель. Именно Mango. Сейчас у них много разных таких интересных вариантов. И это кожа. И это нормально, что мне нравится запах ботинок. Господи, боже мой, что я говорю. Ну в общем ботинки классные. И я настолько радуюсь, когда мне удается найти качественные вещи. Которые очень хорошо выглядят. Которые даже издалека смотрятся знаете так добротно. Скажем так. Как видите покупок у меня относительно немного. Большинством из них я действительно довольна. И я планировала приобрести те же очки. Тот же свитшот. Ну в общем как-то так. В этот раз я тоже готовлюсь и морально и финансово к распродажам. К черной пятнице. И то, что я приобрету. Я конечно же покажу вам в следующих видео. А если во время моих каких-то поисков я найду что-то интересное. Я оставлю ссылки в инфобоксе. Как обычно. Все. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok